В Волгограде при Казанском кафедральном соборе открылась школа звонарей. Как в течение трех месяцев освоить основы колокольного звона, узнали наши коллеги. Об искусстве, в котором немало секретов, репортаж Ларисы Лазука. Урок начинается с молитвы, и когда звонишь в колокола, она тоже не помешает. За три месяца обучения в школе звонарей слушатели должны освоить теорию и практику. Для начала чистая физика. Такой звон, да, частый, дальше слышно. Всего четыре вида основных звонов. Благовест, перезвон, перебор, трезвон. Это когда во все колокола. Их традиционные рисунки, которых следует придерживаться, сложились веками. Большая ответственность, ведь колокольный звон не только созывает людей в храм, но и доносит информацию. Будний день нынче или праздничный, постный или обычный. И какая в храме служба. Идет ли крестный ход, отпевание или венчание. Венчание, его еще называют, или разгонный звон. Потому что он постепенно ускоряется. И постепенно еще плюс прибавляется по одному колокольчику. Звон называют наружным богослужением. Услышав его, человек, даже не заходя в церковь, может знать, о чем там молится. И тоже помолиться. И есть в этом искусстве такое, что не объяснишь. У опытного звонаря звон особый. Легкость, полетность. Звонарь должен уметь импровизировать. Но импровизировать на основе традиционных звонов. Обязательно. То есть он не должен сочинять свои. Самое важное, оказывается, колокола маленькие, зазвонные, которые ведут рисунок звона. Побольше подзванивают. Самый большой держит ритм. Архангельский замок – особый захват, которым в правую руку берется тройка колоколов. И по личным ощущениям, даже с ними одними справиться с первого раза непросто. Древний прием – снять звон с руки, когда звонарь держит руку ученика и помогает ему уловить пульс колоколов. Очень важно держать руку фиксированно в этом положении. То есть сохранять так называемую точку звона. Я уже потерял. Потерял. А если потеряли, ничего страшного. Побольше опять. В школе колокольного звона это мастерство постигают и служители церкви, и обычные прихожане. Люди самых разных профессий. Я учусь в физкультурной академии в ГАВК, на кафедре бокса тяжелой атлетики. По душе, по душе это дело, по душе вот это, эти мелодии, этот звук, колокольный звон. Раз в год в Пасху вседневный звон, когда любой желающий может подняться на колокольню и попробовать себя в качестве звонаря. У слушателей еще есть время поупражняться на переносной звоннице. Во время занятий школы колокольного звона во дворе Казанского кафедрального собора стоит тишина. Все происходит глубоко в подвале. Но ученики надеются, что когда-нибудь их звон будет услышан.